В этот день 23 ноября родились Михаил Погодин, российский историк Анатолий Луначарский, многолетний народный комиссар просвещения Николай Носов, классик детской литературы Подаривший советским малышам колоритный образ Незнайки В 1831 году открыл свои двери Румянцевский музей Первый крупнейший частный музей в России 23 ноября 1934 года умер Иван Сытин Крупнейший дореволюционный издатель В этот ноябрьский день в Москве В маленькой государственной квартире на Тверской улице Ушел из жизни 80-летний старик, практически потерявший память В нем трудно было узнать человека Которого газета New York Times в 1916 году Назвала крупнейшим издателем в мире Малограмотный крестьянский сын Иван Сытин Подростком случайно попал в Москву В книжную лавку купца Петра Шарапова За несколько лет он от мальчика для разных поручений прошел путь до приказчика И все благодаря врожденному деловому таланту Направленный в Нижегородскую ярмарку Сытин Сумел значительно увеличить продажи в лавке Шарапова Ему пришло в голову организовать продажу лубочных картинок и книг Через бродячих торговцев Афень Другими словами донести товар до самого широкого покупателя Этот подход навсегда станет основой его бизнеса Нести печатное слово всякому и богачу и бедняку Причем бедняку в первую очередь Сытин решил повысить качество продукции Который торговал И таким образом обойти конкурентов Он рискнул и взял кредит под поручительство своего патрона Шарапова Хорошие литографии стали его главным продуктом Когда началась русско-турецкая война Сытину пришла в голову еще одна удачная мысль Продавать батальные картины и карты районов боевых действий Товар расходился на ура Успехи нижегородцев заметили в Москве Пригласив их на всероссийскую промышленную выставку Здесь лубочную сытинскую продукцию похвалил сам император Что очень много значило для бизнес-репутации Издатели Дубков получили серебряную медаль Вдохновленный успехом Сытин начал выпуск репродукции известных русских художников Айвазовского, Шишкина, Перова, Репина Риск снова оправдался В 1884 году Открылось товарищество И.Д. Сытина И даже тогда мало кто полагал Что издателю удастся стать крупнейшим Медиамагнатом в России К нему обратился Владимир Чертков Известный общественный деятель Поверенный Льва Толстого Он предложил издавать дешевые книги для народа И вскоре в свет пошли на простой бумаге С незатейливыми обложками Сборники Пушкина, Крылова, Тургенева Этот проект сделал Сытина известным всей России Теперь издательство открыло книжную торговлю в Москве В Санкт-Петербурге, Киеве, Варшаве В 1893 году Сыдин приобрел участок в Москве Для своей новейшей типографии И примерно в это же время Сделал следующий шаг Вышел на газетно-журнальный рынок Товарищество купило журнал «Вокруг света» Через год тираж журнала вырос в три раза Сытин привлек к сотрудничеству Дмитрия Мамина Сибиряка И Константина Станюковича А также запустил приложение В котором печатались новые романы Жюля Верна «Мечта всякого российского мальчишки» Еще большему процветанию Разрастанию сытинской бизнес-империи Способствовала дружба с Чеховым Это интересный человек Большой, но совершенно безграмотный издатель Вышедший из народа Это слова Чехова о Сытине А вот что писал Сытин о Чехове «Близость КП имела для меня огромное значение Он давал мне указания и советы Которые почти всегда оправдывались В минуты тяжелых невзгод для издательства Он поддерживал и ободрял меня В 1902 году именно Чехов Убедил его начать выпуск Ежедневной газеты «Русское слово» Об оперативности этого издания Красновичевее всего говорит то Что тогдашний премьер-министр Сергей Витте Проверял по его публикациям Сообщения информационных агентств И повторял при этом Такой информации нет даже у правительства Лишь революция 1917 года Разрушила и российскую А вместе с ней и Сытинскую бизнес-империю Типографии были национализированы К этому времени на западных счетах Сытина лежало целое состояние Он мог уехать в любое время Но он остался Два раза встречался с Лениным Говорил, что не против работать и при новой власти И правда, работа началась Сытин перевел с запада 30 тысяч долларов И вложил в новое книжное товарищество Однако руководитель госэздата Шмидт Сообщил наверх, что Сытин гораздо больше вредит нам, чем помогает Ивану Дмитриевичу снова запретили работать Теперь уже навсегда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова